Те уже необходимо готовить почву для пикировки рассады. Делать это нужно заблаговременно. Если вы используете биологические препараты, то минимум за 2-3 недели до самой процедуры, чтобы полезные микроорганизмы успели освоить новую территорию и активно включиться в работу. Какие препараты, материалы и субстраты помогают нашим садоводам улучшить землю, приготовленную для пикировки рассады? Например, многие садоводы используют гидрогель. Он значительно снижает количество поливов рассады. Но добавлять гидрогель нужно щедро. Например, на ведро земли 3 литра гидрогеля. После того, как вы подготовите почву, добавите гидрогель и разрыхлители. Это может быть кокосовый субстрат или вермикулит. Разложите землю по емкостям для рассады и пролейте субстрат теплым раствором гуми и фитоспорина. На 1 литр понадобится по 12 капель гуми и по 50 капель фитоспорина. В почву для пикировки рассады можно внести мелко нарезанный мох с фагнум. Дело в том, что попав в почву, мох образует в ней такие небольшие комочки. В них проникают корни растения, оплетают волокна мха, и в дальнейшем пересадка, скажем, в открытый грунт или в теплицу для растений проходит практически безболезненно и незаметно. Кстати, вы можете удвоить эффект от мха, если пропитаете его раствором органических или минеральных удобрений. Не используйте для пикировки слишком маленькие или слишком большие емкости. Длительное выращивание рассады в стаканчиках менее 200 граммов снижает ее качество, потому что корневая система растений не развивается полноценно. В дальнейшем при высадке в грунт часть корней, которые скрутились в клубок из-за маленькой тары, отмирает. Рассада плохо развивается и дает маленькие урожаи. А посадка в слишком большие стаканы также плохо влияет на развитие корней. Неосвоенная корнями растений земля начинает закисать, и корни подгнивают. В связи с этим для рассады томатов, к примеру, существует рекомендация проводить двойную пикировку. Сначала в 200-граммовые стаканчики, а затем в полулитровую тару по мере роста растений. А перцы можно распикировать сразу в емкости объемом 300-400 мл.